Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Я сегодня встала в 6, а на улице ещё ночь. Я, естественно, обязательно буду завтракать. Я это буду делать Несквиком с молоком. Молоко 2,5% жирности и обязательно его подогрею. Ещё, кстати, вот Несквик с такими вот белыми штуками не очень нравится. В следующий раз надо брать полностью шоколадный. Я стараюсь не шуметь, но когда я сплю, почему-то все шумят. Погнали кушать. По идее, сейчас нужно снимать распаковочку, потому что я должна снять её, смонтировать, выложить до того, как мы с братом поедем по делам. Но так как солнышка нет, то освещение всё-таки не то. Хотя, в принципе, и так нормально, как вам. Может быть, заснять. Ещё плюс в этой комнате спит мама, поэтому тоже не получается. Но я вам просто покажу коллекцию. Две коллекции, которые уже готовы. Это чехлы на iPad. Вот такие вот у меня получились. Всё готово. Осталось только заснять. Вот этот мне особенно нравится. Очень такой нежный. И вот эта коллекция, которая на 14 февраля. То есть два видео у меня уже готово. Макияж у меня уже готов. Я уже выхожу из дома. Уверена, сейчас буду ждать брата, как всегда. Мы сейчас едем по делам. Точнее, у брата дела я его просто отвезу в месте, куда надо. В городе. Там немножко сложные места. Надо подучиться именно в этих областях водить. Парковка, опять же. Буду уже парковаться сама. Когда сложные места, я обычно брату отдаю машину и говорю, давай ты припаркуешься. А теперь я поняла, что так делать нельзя. Надо пробовать, стараться, даже если это будет долго. И муторно в конце парковаться со мной. Чтобы уже наконец-то научиться. Хотя бы хоть как-то парковаться. Может даже не идеально, но уже сама. Слегка капает дождик. А вот и моя куколка. Я, естественно, спустилась вовремя. И как всегда, братик опаздывает. Но ничего, я попытаюсь сама отсюда выйти. Еще, кстати, сегодня я записалась на ноготочки в салон. Хочу сделать френч. Я вообще так подумала. Я очень много времени трачу на ногти. Хотя мне безумно нравится процесс. Мне очень нравится делать самой себе ноготочки. Но когда это две руки, уходит около четырех часов. А мастер, к которому я сегодня записалась, она может сделать ноготочки всего за 40 минут. Естественно, это огромная просто экономия времени. Поэтому в этот раз я решила пойти в салон. Не знаю, как дальше буду ходить или буду делать сама. Наверное, больше от настроения. Но коррекция, кстати, когда чужое покрытие, оно стоит дороже. То есть за снятие отдельно они берут деньги. Но я думаю, ничего страшного. Когда будет настроение, буду ходить в салон. Когда настроения нет, буду делать сама. Ну, в общем, посмотрим. Я долго думала, какой дизайн сделать, потому что она прям делает абсолютно все. И там, по-моему, фиксированная цена. Без разницы, что ты делаешь, ты платишь одно и то же. То есть за одно тонн ты платишь определенную сумму, а все остальные дизайны стоят одинаково. Естественно, я одно тонн не буду делать. Я буду делать с каким-то дизайном. Поэтому долго думала, какой дизайн сделать. И в конце остановилась на классике, просто на френче. Поэтому сегодня, пол четвертого, я еще записана на ноготочке. У меня такой квест. Я не понимаю, как почистить это стекло. Как водичку добавить. Вода. О, я поняла, ребят. Все, кажется, очень просто. Все, успокойся. Кстати, ногти совсем чуть-чуть отросли. Но все равно мне что-то не нравится их форма, какая получилась в этот раз. Кстати, у меня есть влог, где я делаю эти ногти. Совсем забыла его выложить. В ближайшее время, кстати, выложу. А то он у меня в закрытом доступе. И я постоянно забываю открыть доступ. В общем, такие вот ноготочки. Недавно делала, кстати. Где-то, наверное, недельки две назад. Неужели он идет? Какой парниша! Я не понимаю, почему не фокусируется. Здесь тачка, которая мне очень нравится. Это Kia K5. Но почему-то не фокусируется нифига. Ссылка очень сложно открывается. Лук у меня, конечно, отпадный. Просто шикарный. Быстренько отсняла для вас видео для бумажного канала. Кстати, ссылочка на него будет внизу в описании. Заходите, смотрите. Очень классная распаковочка получилась. Вот такая наклеечка нам попалась. Многие не понимают смысла этого канала. Но мне очень нравится этим заниматься. Для меня это прям, знаете, такая отдушина. Я не могу сказать, что я себя заставляю дорисовать. Я прям кайфую от того, что я делаю. В общем, у меня сейчас маникюр. Надо быстренько смонтировать видео. И все, я уже выхожу. Хочу вам продемонстрировать свой лук. Я решила вот этот пиджак замиксовать с этой юбкой. Правда, на видео очень сильно отличается оттенок. В жизни все как-то более-менее похоже. Я долго думала, с чем же можно сочетать этот пиджак. И вот пришла к выводу, что с этой юбкой смотрится очень даже неплохо. И сейчас я иду на ноготочки. У меня будет коррекция. Вроде должна делать френч. Если там не передумаю. В общем, буду вам показывать, как, что, почем. Видео я смонтировала. Просто выложить его не успеваю. Поэтому, наверное, выложу после того, как я приду. Но вроде она очень быстро делает. Думаю, где-то за час управлюсь. Тем более салон находится недалеко от меня. Где-то примерно полгода назад я уже один раз была у этого мастера. И поэтому решила не экспериментировать и идти именно к ней. Но в этот раз, к сожалению, у меня было очень много порезов. Мне было очень реально больно. Прям текла кровь. Мы еле ее остановили. И она это объяснила тем, что у меня тупые кусачки. Но реально было очень неприятно. И блики неровные. Я не знаю, вы обращаете внимание на это. Но блики реально на всех ногтях неровные. Но это, конечно, мелочь. Это я понимаю. Вроде в прошлый раз, я уже второй раз к ней иду. Она мне хорошо сделала ноготочки. Но в этот раз у меня прям везде кровоточило. И возможно, мне кажется, но этот палец. Ноготь намного короче, чем все остальные. И это прям явно видно. А так, в принципе, неплохо. Она сделала быстро, справилась со своей задачей. Очень приятная девушка. Но единственное, у меня очень сильно болит кутикула. Я поставила ноготочки в инстаграм. И многим мне понравилось. Многие пишут, что я себе лучше делаю. Но есть вот такие вот затеки. Здесь. И вот этот он короткий немножко. Но это все фигня на самом деле. Проблема в том, что в процессе маникюра мне было безумно просто больно. У меня все кровоточило. Она сказала, что это связано с тем, что у меня щипчики тупые. Я взяла свои. Вот. Ну, не знаю. В общем, что-то мне не очень, девочки. Просто с точки зрения экономии времени, это просто шикарно. Ну, вот я не знаю. Вам видно. Вот здесь очень больно кровь текла. Вот здесь болячка. Здесь болячка. На видео не видно. Это все я еще кремом сверху помазала. Вот. Кое-как остановили кровь. Ну, честно, неплохо на самом деле. Хорошо она сделала. Быстро сделала. С точки зрения экономии времени, просто шикарно. Просто мне очень больно. Все щипет. Вот, когда я сама себе делаю, я могу сделать неаккуратно, не совсем ровно, но я просто контролирую процесс и не делаю так, чтобы мне было больно, понимаете, возможно, с эстетической точки зрения, когда я сама себе делаю, получается не так красиво, как у нее, да, но вот этих вот болячек у меня вот не бывает, вот это вот хорошо, конечно.